В субботу днём активисты нескольких общественных организаций, среди которых правый сектор и схидный корпус, ворвались в аптеку по улице Героев Труда. По их словам, в пункте без рецептов продавали лекарства, содержащие наркотические вещества, в частности, кодеин. Он входит в состав препаратов от кашля. Но именно с таких аптечных средств начинают свой стаж наркозависимые. Люди в форме и балаклавах вынесли из аптеки ящики с препаратами, провели обыск и отобрали у женщины провизора деньги. Когда в аптеке, якобы, нет даже бинтов, нет зелёнки, нет, ну, это не аптека. Местные жители неоднократно приходили, говорят, да, мы пишем обращения, их там на день-день-два закрывают. Причём у нас работает только уже пять лет. Правоохранители, прибывшие на место, не препятствовали деятельности активистов. Сейчас в милиции открыли уголовное производство по статье «Незаконное хранение или сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств». Провизору, она же хозяйка аптеки, грозит до трёх лет тюрьмы. Она тоже написала заявление в милицию. «Милиция, нельзя сказать, что она бездействовала, потому что милиция, во-первых, документировала на видео эти факты и, опять же, в целях избежания конфликта с фактически подготовленными бойцами, чтобы не было конфликта». В милиции заявляют, будут проверять и правомерность действий активистов. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье «Хулиганство, совершённая группа лиц». Ведётся следствие и проводятся экспертизы изъятой продукции. Сейчас аптека закрыта и опечатана, но надолго ли, пока неизвестно. По словам местных жителей, она работала не один год, а неоднократные жалобы в милицию результатов не дали. У провизора есть все необходимые лицензионные документы для реализации препарата от кашляка Депсин, рассказали в милиции. В его составе есть наркотическое вещество в небольших количествах, но продажа лекарства разрешена Минздравом. Правда, отпускать препарат можно только по рецепту и в ограниченном количестве. «Нами не зафиксированы на данный момент факты отпуска лекарственного препарата Кадепсин без рецептов. Поэтому говорить о неправомерных действиях провизора аптеки мы сейчас не можем». Местные жители возмущены. Возле аптечного пункта постоянно находятся молодые люди. Да и приобрести обычные лекарства здесь нельзя. «Видела я буквально в прошлом году ребёнку за лекарством в аптеку, за жаропонижающим, ну и думала, ближайшая аптека здесь. Как бы зашла сюда, пустые полки увидела. Ну и сзади стало за мной два человека неадекватных. Ребёнку что-то купить в аптеке я не смогла. Один заходит, покупают, уходят. Следующий заходит, покупают, уходят. Естественно, это мешало. Дети на всё это смотрят. Упаковки от таблеток, вы пройдитесь по территории, они валяются абсолютно везде». В этой аптеке правоохранители проводят уже третью проверку. Но даст ли она результат, пока непонятно. В прошлом году в отношении провизора уже открывали уголовные производства, но дела закрыли из-за отсутствия состава преступления. Напомним, в прошлом году восемь регионов Украины обратились к Минздраву отнести к адейно-содержащие препараты к сильнодействующим лекарственным средствам.